Добрый вечер! Уже можно начинать говорить шаббат шалома, хоть у нас четверг вечером. Сейчас мы с вами собрались в этот четверг вечером. Уже начинается завтра утром короткий, важный пост 10-го ответа. У меня сегодня также исполняется 33 года со дня ухода моего отца. Валерий Бен Мордехай, 33 года. А мы с вами будем сейчас снова про Иосифа и его братьев. Иосиф, его братья, недельная глава называется Ваегаш. Ваегаш, открываем книгу Бытия, Берешит, книга Берешит, 44 глава. Восемнадцатый стих. И подошел к нему Иуда и сказал. Подошел и сказал. Ваегаш это и подошел, но так. Подошел так, как подходит. Уверенно. Ваегаш. И сказал. В русской транскрипции это звучит как Иуда. Мы привыкли к неблагозвучности слова этого. Иуда обычно ассоциируется с чем-то не имеющим отношения к Торе. Вообще-то это Иуда. Это праотец Иуда. Тот самый праотец Иуда, который дал жизнь косвену. Давиду. Давиду. То есть, мессия из дома Давида. Он потомок вот этого Иуды. Или Иуды, как говорят, неблагозвучно. Там, на севере от Иерусалима. Иуда. Те, кто следят за внешней конвой недельной главы. Да, это он подошел к брату. Проданному в рабство в свое время. И сам он сейчас оказался рабом. Как бы порабощенным. Иуда подходит к Иосефу. Иосефа они продали в рабство. И сейчас сам он находится в состоянии порабощения. Иосеф же находится на пике славы. После фараона он и есть властитель Египта. Все это читаем, изучаем. И говорить будем. Конечно, не об этом. Конечно, не об этом. Иосеф и его братья. Подходит ему Иуда. И выдвигает ему свое слово. Происходит примирение. И самое главное, что происходит в этой недельной главе. Потом еще будет повторено. Когда Иосеф им говорит. А ныне не вы послали меня сюда. А Бог. А потом еще он скажет. Думали вы мне этого зло. А Бог обернул это во благо. Бог обратил это во благо. Важнейшее, важнейшее наставление, которое так созвучно. Всего, что мы читаем в книгах Рамхала, Раби Моше Хаим Луксата. Ну и, конечно, это лежит в основе также. Книг Аурабинды. Просто те, кто с нами идет по его постижениям в книге Life Divine. Недавно с нами мог задуматься о том, что такое абсолютное благо. Когда вспоминал Аурабинда своих тюремщиков. Год отсидел в очень тяжелых условиях в одиночной камере. И вспоминал их, как тех, конечно, кто даровали ему высшее знание. Безо всякого уже гнева. Это... И... Могу признаться, что мои тюремщики, когда... А это было 23 года назад. Глумились, издевались и... Выдвинули напрасну против меня следователи. Но это было величайшее время откровений для меня. И всех этих вот персонажей под вымышленными именами. Типа там Ронни, всякие прочие. Я совершенно не вспоминаю со злобой сегодня. Хотя, сами эти люди, конечно, злодействовали. Конечно, злодействовали. То есть, как Бог обращает зло во благо. Вот что важно. Вот что мы отсюда учим. И на эту тему, конечно, надо порассуждать. Потому что при восприятии этого текста мы можем увидеть в этом оправдание греха. То есть, всякое зло, которое человек причиняет ближе. Или вообще творит на этой земле. Можно сказать, что это не я сделал. Это оправдание. Это оправдание себя. Ну как? Всевышний же это сделал во благо, что я кому-то сделал какую-то гадость. Так будут рассуждать простые люди. 99% могут так это воспринять. Поэтому надо сразу же объяснить, почему так воспринимать это не следует. Не следует. Вот часто мы попадаем в эту чувственную ловушку. Сумятица чувств над нами давлеет, когда изучаем подобные тексты. Где последним аккордом приходит утверждение, что все происходящее имеет благую цель. Это последнее утверждение в нашем взгляде на любое событие. Мы должны понять, каким образом это приближает нас, каждого из нас, к избавлению, к мессианской степени. Даже когда мы с вами констатируем падение, констатируем девиацию, деградацию. Можно еще несколько таких иностранных слов сюда ввинтить, чтобы красочнее было. Чтобы узорчатый передать идею того, что и грех, и зло, и мрак, они не ушли никуда. Истерики, ругань. Все это, что это? Что-то все. Само по себе, конечно, это не благо. Само по себе это ни в коем разе не благо. Это, наоборот, то, что его сужает, ограничивает. Но иногда это как вот... Или на лук лучше показать, да? Не рогатка, а лук все-таки. Как вот назад всем, чтобы потом мы получаем. Те люди, те избранные, кто несут свет, те люди, кто осознанно проживает свои лета, те, кто осознанно, осознанно здесь, в Сионе, строит третий храм. Словом молитвы, делом, вознесением на другие ступени восприятия. Поэтому этой ступени восприятия требует от нас вот этого высшего понимающего. Все, что происходит с нами, оно во благо. Но здесь, конечно, не может быть никакого оправдания зла. Бал-Асулам был такой великий мудрец. Кстати, Бал-Асулам переводится как лествичник. Поскольку это лестница Якова. Лествица, говорят, и логическим русским языком. Ну, а Бал-Асулам это лествичник. Без ассоциаций, пожалуйста. Без ассоциаций, которые могут сейчас вас завести в какие-то не те уже книги, не того периода, который сейчас нам нужен. Мы сейчас еще там сейчас. Мы еще до того, как. Мы еще до так называемой нашей эры. Пишет Ал-Бал-Асулам, лествичник. Это уже 20-й век. Свое учение он часто, часто приводил к одному очень простому принципу, казалось бы. Когда мы рассматриваем какое-то явление. Это свет и сосуд. Или душа и предмет. Свет и предмет, давайте так скажем. Что мы изучаем? Деяние света, то есть божественной воли, по отношению к сосуду, к предмету. Или наоборот. Как вот обычная медитация индусов, она идет посередине, от низшей чакры потихонечку вверх. Ауробинда наставил на том, что это должно быть получение высшего света. Как мы это практикуем, я пока никому ничего не скажу. Кто захочет обратиться особо по этому вопросу. Но к чему это? То есть, если мы с вами рассматриваем что-то по принципу, как человек очищается, возвышается, совершенствуется. Конечно, ты не скажешь никогда во благо, что продали брата. Любое действие, которое морально, безнравственно, конечно, требует внутреннего отторжения. Применительно к самому себе только. Вот это еще важно. Прежде всего, к самому себе. Но если кто-то другой советуется, стоит ли так поступить, то ответ тоже понятен. И да, есть в этой ситуации место для какого-то общественного мнения. Есть. Но с другой стороны, когда ты смотришь, что Всевышний хотел мне этим сказать, этим или этим действием, тут ты должен прийти с пониманием благой цели, что любое проявление зла, мрака его, иссяк или, наоборот, его буйствование, это катализатор для тебя. Понимание высшей силы. То есть, если мы смотрим с позиции сверху вниз, мы пытаемся понять, для чего, с какой целью. Это было по основе. Но если мы снизу вверх, как должен себя человек вести, как он должен исправляться. Совершенно, конечно, конечно же, здесь есть место и обычной морали, событийного понимания. Все, что хотите. Оно есть. Только не надо этим довольствоваться. Надо идти выше, выше и выше. О чем говорит здесь Иосеф? Давайте еще раз прочитаем. Не вы послали меня сюда, а бог. Что значит бог? Во-первых, они его продали. Что он хотел сказать? Скажу, то, что вы сделали, это вы сделали. Но на самом деле, во всем этом был высший замысел. Этса Амука, это называется, да? Этса Амука, глубинный замысел. Именно не совет здесь правильно передать себя. Глубинный замысел. Иосеф рассуждает о деяниях Создателя. И, конечно, во многих толкованиях этой недельной главы мы найдем попытку вознесения над обычной простяной библейского текста. То, что написано в пяти книжек, как история, имеет под собой другую совершенно подоплеку. Она именно другая. Она может быть другая, совсем даже, неведомая нам. Дальше уже надо рассуждать и размышлять, и понимать, как это связано с какими-то реальными событиями, которые тоже есть. Они есть. Но мы что, изучаем историю древнего племени иудейского? Кому это интересно? Было и было, но хорошо. То есть, ну что? Ну да, были. Нам это важно понять. Потому что эти души, Авраам, Цхак, Яков, их жены, Йосеф и его братья, это столпы мироздания, это столпы всей нашей жизни. И их история, это история хождения их душ по нашей планете, для того, чтобы чему-то нас научить, куда-то нас вести, где-то положить основу нашего существа. Вот о чем эта недельная глава. И это включается и распри, и покаяние, и Египет, изгнание, и исход из изгнания, то есть, восхождение по лествице к земле Израиля. Вот так. Вот так-то надо воспринимать. А те, кто ограничивается всяким историческим, моралистическим, ну, они просто рискуют не понять ничего. То есть, вообще ничего. Вообще ничего. То есть, можно оттуда вывести какой-то для нас назидательный пример? Ну, конечно, можно. Конечно, можно. И говорили, будем много раз говорить. При всем пренебрежении к обычным, уже опошленным в немалой степени простым морально-нравственным теориям, мы должны сказать, что люди, которые их отрицают, опровергают и отходят от них, они ниже тех, кто их соблюдает по определению. И не то, что они припрыгнули и находятся где-то там в высшей сфере. Нет. Те, кто это отрицают, попирают, будь то грязным языком, даже грязным поведением, они себя этим самым... Что делают? Навлекает из себя мрак. Что? Мрак. Мрак – это закрытие, сокращение божественного раскрытия. Вот что такое мрак. Поэтому с ними говорить нечего. Поэтому пренебрежение принципиальное, которое приводит к тому, что человек попирает основу эти, конечно, оно недопустимо. При этом так же недопустимо, так же нет утверждения, что вот это и есть цель. Что смысл Тора в том, чтобы как-то правильно чесать затылок. Ого! Или что-то делать правильно. Нет, это намного выше. Это выше. Но есть ли какие-то следствия морально-нравственного порядка? Да, конечно, да. И читаем, понимаем. Для этого есть книги, которые к этому располагают. В основном даже читающий люд, он срок дальше не пойдет. Поэтому... Но мы же, поскольку здесь изначально обращаемся к нулю целых, нулю десятых, одной сотой процента потенциальных зрителей и слушателей, то мы позволяем себе говорить нечто большее. И при этом, сохранив осторожность, чтобы никто не воспринял это как некий такой посыл, типа гуляй. Ну, хотел сказать, Вася, но гуляй, Ицек, что ли, сказать. Или гуляй с ролик, то есть как сказать это. Не надо. Не надо. То есть и назидательный пример тоже. Неспроста. Неспроста. В этой синагоге мы с вами читаем вторую часть 37-й главы главы пророка Ехискеля. Для некоторых он языки. Для тех, кто читает русскую Библию, ну, хоть так. Вообще Ехискель. Там повествуется о мессианском древе Иосефа и мессианском древе Иуды. Они разошлись две разные силы. Иосеф и Иуда. Они разошлись в их разности. Это два столпа. В конце дня они сходятся. Машех бен Иосеф и Машех бен Давид. Они в конце дней сходятся. Это мессианский процесс. Машех бен Иосеф как предсеча, Машех бен Давид как уже венец мироздания. венец мироздания. Давид Юсеф Имя Иуда само по себе обратите внимание это тетраграмматон Юд Эгей Вав Эгей Непроизносимое как обычно мы говорим имя Бога туда же внедряется буква ДАЛЕТ ДАЛЕТ это четыре в гематрии это первая буква имени Давида Давида Четверка здесь как осуществление как ступень именуемая МАЛХОТ СФАТ ИМЕТ пишет что про отец Юда он в своей истории жизни получил преткновение определенное условное конечно через Тамар Давида его некое преткновение было Батшева его Батшев Версавиа она же чтобы донести до потомков весь весть самоограничение покаяния при том что их как бы как бы как бы если важно потому что падение условное в обоих случаях Юда даже сам говорит садкам именем праведнее меня Давиду говорит пророк Натан кое-что те кто читают Библию да при этом про того говорят что не было настоящего греха ни на том ни на другом в сущности это были благие деяния в сущности ведь эта связь Тамар из нее выходит Машеях из дома Давида сам Давид Давид и Батшева отсюда опять же выходит мессианская сила царь Шломо Соломон и так далее и замысел еще шести дней творения то есть Давид должен был встретиться с Батшевич замысел шести дней творения имя Иосифа мы говорим Юда мы сказали о нем кое-что сейчас скажем кое-что имя Иосифа оно дает в сумме букв 156 как и Цион Цион это Сион и вот задумайтесь 156 в учении Виленского Гаона величайших из величайших из толпов мироздания всего Виленский Гаон у него есть точное объяснение избавления Израиля и человечества мессианский процесс начинается с сбирания изгнанников вокруг Иерусалима Первый этап открытия Таинств Торы Война за независимость если хотите но это все можно было бы также частично назвать словом сионизм частично то что определение неточное но здесь важно что именно первый этап Машеф Бенусеф он связан с понятием Сиона и отсюда сионизм хотя мы много раз говорили против всех измов и конечно же сионизмов сам по себе если рассматривать как просто национальное движение ну надо придется к нему относиться как просто национальное движение то есть без восторга но если мы берем его конечно же как проявление высшего зова творца как зова Сиона ну это другое совсем конечно и оно было поэтому слово сионизм оно все-таки как исключение будет небранным среди всех измов оно небранное по своему осуществлению в своей теоретической части введем есть конечно много изъянов и вот не случайно что возвращение землю Израиля связан именно с Сионом а не с Иерусалимом кстати именно сион сион стихи рабьи удали который называется в русском переводе сиониады сион халлот ишалиль ишлом асираев дорше ишлом ехле иетра дара его обращение к сиону которое было вдохновенно рабьи удали ви давным-давно который из Испании прибыл в конце его жизни сюда к нам на землю Израиля вот это первый этап первый этап связанный с Юсефом второй этап это связанный с Давидом и вот каждый из них он имеет свой духовный смысл свой духовный смысл и те кто читает недельную нашу главу пусть остановятся еще как минут на таких словах просим и вас это это берешит бытие 46 4 что произошло про отец яков яков должен был спуститься в Египет из возвышенной святой земли Израиля и тогда ему говорится я спущусь с тобой Египет и я подниму тебя еврейский народ появился в Египте исход из Египта это событие с которым мы связываем рождение еврейского народа Песах Пасха это рождение единицы тогда еще про отцы их было 70 спустились в Египет все вместе их было 70 вышли уже громадным людям когда было их 600 тысяч только совершеннолетних мужчин 20 лет и более здесь мы подчеркиваем что в землю Израиля не едут сюда не едут отдыхать в сходе а отсюда спускаются куда бы вы не ехали о раха им один из экзегетов толкователи пишут я спущусь когда говорится я спущусь что имеется ввиду есть разные уровни раскрытия Всевышнего я спущусь я спущусь имеется сужение божественного раскрытия сужение хотите даже замутнение некоторое помрачение я спущусь я спущусь здесь можно добавить конечно такой смысл простую надежду что чтобы не происходило с нами как бы низко кто-то из нас не пал по собственной воле по давлению событий чтобы то ни было чтобы то ни было ты все равно можешь стать можешь вернуться можешь вернуться на более высокой ступени еще еще взбираться дальше по лествице яков восхождение из Египта и тут нет оправдания на индивидуальном или национальном тем более уровень бездействия бездуховности утеря жертвенности также необходимо противление зла понимание зла и противления мы оправдываем теодице это называется оправдываем стези всевышнего который ведет нам но мы хотим быть как говорили некоторые на правильной стороне истории на духовной стороне истории а для этого мы должны понимать что возложено на каждого из нас если спросят для чего вот изгнание нынешнее было дано нам ну вот уже были у нас этапы не первые не второй не один не два как до сих пор очень частично мы находимся в изгнании если говорим в целом о мире и народе израиль ну конечно да конечно да то есть для чего изгнание было вслед за прохождением первого этапа явления мессии из дома иосифа ведь мы здесь переживали изгнание даже в израиль когда ну что сперва Минахамбегин даже еще немножко Рабин до того потом Минахамбегин потом снова Рабин потом Шарон они произвели каждую в силу своей порчи разного мера изгнания евреев с их земли обратите внимание что была война в Карабахе то там люди воевали кто-то потерял кто-то обрел здесь же в Израиле у нас с вами совершенно чудовищные были явления когда этап один этап второй этап третий ра каждый искал мир его испорченности это Рабин Бекин и Шарон их надо помянуть здесь да это 10 это когда начале разрушения эти люди они разрушали что это такое было были разные этапы изгнания а вот это что такое что это такое произошло это некий разрыв между первым и вторым этапом и мы сейчас переживаем как раз период относительно светлый может еще что-нибудь напортим не пытаемся сейчас утверждать что уже все и наш корабль прямо идет уже гавани близко нет нет мы должны быть осторожны с такими отвержениями но вот уже начался процесс избавления половина народа израиля приезжает сюда в израиле да начинается расцвет тор да начинается привлечение духовности отовсюду все века все что создавалось там оно сейчас начинает уже давать новые ростки здесь да да ну не в той мере чтобы строить храм еще мы к этому не готовы сегодня не в той мере что можем уже сказать вот вот миссия уже прямо вот здесь стоит нет ну и те кто говорят разного рода глупости вы понимаете на что я намекаю то я да намекаю да намекаю все это отмусрили а сейчас о главном что произошло первый этап может плавно перейти во второй одно в другое от юсефа скажем так к давиду условно и буду повторять много раз эти обозначения они не могут нету точного графика нету точной линейки измерения мы с вами говорим о явлении первое первичное явление забирание изгнанников независимость первое духовное ростки уже на земле израиль где собрано наследие изгнанническое и начинает оно сейчас перерождаться в тору земли израиль а дальше что дальше должен прийти новый свет как читаем в каждую наши утренние молитвы орхадашин съемка иршевы новый свет озарил все ну может быть многие перестали об этом думать может быть разные успехи в том числе разное проявление собственной силы способствовали некоторому расслаблению вплоть до вплоть до совершенно сумасбродных явлений как вот это самоизгнание это же не то что римляне пришли кто-то нет это Рабин 75 год потом Бегин потом снова Рабин потом Шарол и не все изгоняли не изгоняли прямо кто-то передавал права на наши земли кому-то не цепляйте сейчас за меня я я историю достаточно знаю мы сейчас говорим по существу по существу вот эти все акты разрыва что это такое это испытание это испытание это то испытание когда если нет духовного возрождения в его должном объеме мы обречены на кризис то есть нам да было дано после Освенцима создать эти государства мы да сегодня такие сякие очень сильные и прочим не было никаких иллюзий да внешний враг сегодня нам не страшны даже включая Российскую Федерацию Соединенные Штаты ну тысячи раз подумает перед тем как кто-то вообще как-то иметь дело с нынешним Израилем в военном отношении но мы же сами себе портили мы же сами себе портили то есть все равно есть еще не закончился этот процесс энтропия самоудушение самосокращение и ответ тут не в том что мы еще закупим какое-то количество вооружения или создадим какое-то количество вооружения оно делается и так а ответ в том что здесь должен быть духовное Россия должно быть единение между Юсефом и Иудой между Мессией из дома Юсефа и Мессией из дома Давида это наше стремление это наше стремление да здесь в Израиле очистить земли Израиля от скверны понимающие да поймут что я имею ввиду очистить от скверны так чтобы четырехбуквенное имя Всевышнего сияло через явление Иуды Иуда высшее проявление мессианское Давид потомок Давида и на это на все намекает наши недели они должны были сойтись вместе то разъединение которое было в нем был смысл мы сказали там в этом тоже был высший замысел как и в событиях которые настигли нас за последние четыре десятка лет здесь не все благостны но читайте пророка их искали они да объединились они да соединились а ну да произошло а ну да ведет нас вперед это не просто надежда но это дорожная карта это указание и вот о чем надо думать когда мы говорим о двенадцати коленах а двенадцать колен для нас это же что двенадцать месяцев года двенадцать созвездия это двенадцати ребер параллели пифода это и двенадцать обращений обращений четырехбуквенного имени господин то есть имя Адонай это двенадцать тут далет имеют много намеков на это в самих текстах для людей не живущих вы вредите оно может быть не так откликается но что да откликнется единение колен Израиля при главенстве имени Всевышнего вот что здесь говорится а без него люди будут сгнанниками кочевниками на своей земле приниженными что Израиль делает Израилем это Яшар Элита прямой путь к создателю и отсюда силы также к правильным действиям к нужным поступкам здесь и во всем мире а я вам желаю шаббат шалом шамп 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 еще с шамп а и как